В канун праздника Дня Победы в Русской православной школе при храме Рождества Христова состоялись мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. На один день школа стала одним военным отрядом. Было интересно всем – и старшеклассникам, и самым маленьким. Ребята примерили на себя военную форму и одежду военных лет, а вместо привычных уроков ребят ждали тематические площадки, в которых воспитанники школы принимали активное участие и тем самым смогли погрузиться в атмосферу военного времени. В этот день ребята попробовали себя в военной подготовке, сборке-разборке оружия, метание гранаты. У младших классов прошли спортивные занятия. Учителя рассказали о главных военных сражениях. Немцы 24 июля захватывают Ростов-на-Дону. Он трижды переходит из рук руки, так же, как и Харьков. А Ростов-на-Дону, в отличие от Харькова, это ворота на Северный Кавказ. В Ростове пересекаются все воздушные, железнодорожные, шассейные дороги. О героях войны и облакаде Ленинграда. И он доказал военной серьезнейшей самой врачебной комиссии, что он может летать. И потом до конца войны он еще летал. Алексей Моресьев. Это и герой Панфиловцы, это Зоя Космодельянская. Все наше сегодняшнее занятие посвящено блокаде города Ленинграда. Блокада – это то время, когда вокруг города было сделано кольцо из фашистов, и никто не мог туда не ехать и не быть. Дружно-классом исполняли фронтовые песни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А свои солдатские силы подкрепили на полевой кухне. В перерыве написали письма с фронта. Дорогая мамочка, у меня все хорошо. Надеюсь, скоро война закончится, и я вернусь к вам домой. Как вы там? Очень по вам скучаю. А на перемене в коридорах школы звучал вальс, и были танцы военных лет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Война так или иначе затронула все семьи в нашей стране. У каждого из нас есть в роду те, кто воевал или трудился в тылу ради победы. И память о ней передается из поколения в поколение. Вот и ребята принесли фотографии своих прадедушек и прабабушек, участвовавших в Великой Отечественной войне. На канун Великой Победы у нас с вами построение не просто на территории храма, а у памятников наших великих защитников страны, которую мы с вами любим и называем Россией. Михаил Эдуард Иоаннович Кутузов перед важным сражением и прежде чем попросить у Бога помощи, снял все свои ордена и на коленях просил победы русскому оружию над врагами России и победил. Дмитрий Донской, который пришел к преподобному Сергию Радонежскому и спросил благословения у преподобного Сергия, который благословил его крестом и сказал «Сим, победишь!» пошел и разбил врага. Мы с вами знаем, сколько побед принес в нашей стране святой благоверный князь Александр Невский, который сказал «Не в силе Бог, а в правде! И кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля». Мы с вами знаем, что замечательный Федор Ушаков, непобедимый флотоводец, напоминает нам слова из прошлого в будущее грядущее. «Не отчаивайтесь, братья, ибо все сии грозные бури обратятся к славе России», говорил этот великий флотоводец. И, наконец, еще слова одного замечательного сына землерусской Александра Васильевича Суворова, который всегда говорил своим солдатам «Молись Богу, от него победа! Он наш генерал, Бог нас и водит! Мы русские, с нами Бог! Какой восторг!» – говорил Александр Васильевич Суворов. И, конечно, сегодня, в этот день, мне хотелось бы, напоминая слова наших героев, памятники которых установлены на территории нашей школы, напомнить вам, что вы наследники этих великих сынов землерусской. А потому постите слова наших героев отобразятся в сердце каждого из вас, чтобы и мы с вами могли сказать «Мы русские, с нами Бог!» Давайте скажем все вместе! Мы русские, с нами Бог! Христос воскресе! Воищем воскресе! Христос воскресе! Воищем воскресе! Христос воскресе! Воищем воскресе! С праздником победы! Ура! 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 Ура!